Друзья мои, всем привет! В сегодняшнем видео я хочу вам показать копию на уже известную уловистую приманку Копию от компании German Wobler G.G.Bandit Итак, друзья мои, данная приманка это копия на уже известный Wobler B.G.Bandit Это, ну скажем, маленький братец, меньший братец известного уже Wobler Это Wobler B.G.Bandit Validip, то есть Validip это у нас приманка 12, скажем так, сантиметровая Которая позволяет облавливать глубины 5, 6, 7, даже 8 метров Данная приманочка 9 сантиметров, 9 грамм весу И позволяет облавливать глубины, ну скажем, от 2 до 6 метров максимум Вот, рабочий ее, в принципе, диапазон это где-то 2-4 метра От 2 до 4 Что еще можно добавить? Ну, приманка плавающая То есть это не суспендер, не тонущая приманка, а это приманка плавающая Что еще можно добавить? Приманка, я думаю, что неплохо будет ловить и в заброс Вообще, как бы, и оригинальная приманка хорошо ловила в заброс И данная копия тоже будет ловить в заброс, я думаю, что неплохо Почему? То есть покажу на примере оригинала Вон у меня есть прозрачники такой Вот, где видно, что внутри, посередине Wobler Имеется простейшая капсула с тяжелым шариком Который шарик перекатывается вперед, то назад Что позволит нам именно при бросковой ловле Облегчить, скажем, заброс данной приманки Ну и сразу, наверное, друзья мои, давайте сравним Значит, оригинальную эту систему У оригинального Wobler и у Wobler От компании German, это же Bandit Это Bandit Это у нас оригинал По сути, все одинаково И, ну, скажем так, на слух Шарики вроде бы как одинаково И перекатываются, и имеют размер Взвесить Wobler не могу Но вроде бы как так сильно мне кажется Что вроде бы как приманка от German немного потяжелее Ну, мне так кажется Вот, помимо данной системы Простенькой системы дальнего заброса Назовем это так, да Воблер имеет еще в голове Там сколько у него, там, три, по-моему Три, по-моему, шарика маленьких Вот, которые вот дают еще дополнительный Какой-то вот такой шум при проводке И вот здесь уже идет небольшая разница У оригинала И у Wobler от German Это Bandit оригинал Это реплика от German Шум разный То есть, возможно, здесь один шарик, наверное, большой Который вот так перекатывается, да Сбоку-набок, скажем так А здесь их три, и они вот теснятся И вот такой вот легенький шум То есть, шумовой эффект при проводке будет разный На что это повлияет, я не знаю Возможно, ну, скорее всего И это точно, точно даже Вот в определенных, наверное, моментах Где-то будет ловить, наверное, лучше оригинал Где-то лучше, наверное, вот эта реплика То есть, разница будет, конечно Это факт То есть, да Есть вообще Wobler, которые вообще не шумят То есть, да Немые, так называемые, приманки Которые не имеют никаких капсул Никаких шариков внутри А есть приманки, которые имеют капсулу И она сделана не просто так И на что-то навлияет У оригинала шум, ну, скажем, более тихий Вот, поэтому на что это, как это будет влиять Это мы уже, наверное, посмотрим Ну, уже в боевых условиях, скажем так, на воде Вот Остальное, все, в принципе, все остальное Сделано идентично Расстановка петелек Колечки, тройники Все очень похоже То есть, нельзя сказать, что одна приманка сделана лучше Другая хуже Нет И колечки, и тройники, и петельки Все вроде бы как одинакового размера Расстановка петельки на лопатке Тоже одинаковая Длина, угол лопатки Все одинаково Поэтому воблер, в принципе Ну, по сути, визуально воблер можно назвать идентичным Что еще можно добавить? Ну, повторюсь Данной приманкой можно ловить Отлично в заброс Значит Применяя ее на водоемах без течения С течением С течением даже, наверное, будет поинтереснее Держать ее на струе определенной, скажем так Вот На месте подтвичивая Рабочий диапазон При забросе Я думаю, что где-то Ну, мне так предполагается Все-таки это где-то, наверное, 2 Ну, 2, наверное, 2,5 где-то метра Вот Опять же, все зависит от дальности заброса От условий ловли На течении Без течения ловим и тому подобное Назовем это 1,5, наверное, 2,5 метра Вот Если мы используем приманку при троллинге То данная приманка уже, говорю, повторюсь Она будет Можно ей будет ловить на коротке От 2 метров Наверное, даже начиная с 1,5 метров И заканчивая 6 метрами Если мы будем, допустим, на течении Гнать ее по течению Вобеда немножко будет дольше заглубляться Но он заглубится поглубже Я думаю, что до 6 метров данная приманка Не думаю, я уверен Потому что оригинал Бэшат уходит до 6 метров При троллинге по течению Скажем, на Ахтубе Итак Приманка универсальная Как и по судаку И по щуке И даже по хорошему трофейному окуню Также данная приманка Будет ловить и жериха И соблазнится на нее Думаю, что сом Вот сомом Уже, наверное, мы посмотрим Как это будет себя интересно вести Хотя Ну, я имею в виду Фурнитура выдержит или нет Смотря Опять же, какой сом, наверное Какого сома мы поймаем И здесь уже, наверное, все зависит От профессионализма рыбака Умением владеть, скажем Спиннингом, катушкой, фрикционом И насколько терпения хватит И тому подобное Но, повторюсь Данная приманка универсальная Будет ловить, по сути Хороших хищников Во многих, значит Реках страны Друзья мои Пока я с вами беседовал Я попытался показать И цветовую палитру Поэтому, наверное Ну, на этом все Что сказать мне еще Я даже не знаю И поэтому Растягивать данное видео Я не буду Рекомендую данную приманку К приобретению По крайней мере, можно взять ее на пробу А уже после каких-то первых, скажем Испытаний на воде А может, кстати, уже кто-то Потому что в 21 году она вышла Не помню точно в какое время Кто-то уже, может быть, ее уже и тестил Если кто-то тестил на нее Ловил что-то или не ловил Напишите в комментариях Я еще на нее пока Ничего не ловил Не то, что не поймал А не ловил То есть ее даже еще не кунал Вот, мои данные приманки Они вот еще даже в коробочках лежат Вот Я взял себе, скажем По одной штучке на пробу И вот в апреле буду ловить Повторюсь Данные приманки Данные приманки Хорошо будут работать По весне Скажем На Где-то На косах На каких-то вот перекатах На небольших глубинах Куда судак Будет выходить Выходить Греться И кормиться Так что, друзья мои Для весенних поездок Для весенних рыбалок Данную приманку Я смело Рекомендую